Как много мы знаем о Великой Отечественной войне? И достаточно ли мы знаем? Канаковская земля несла большие потери в кровопролитных боях. Историки и научные сотрудники музеев собирают по крупицам информацию, свидетельства очевидцев, найденные в хранилищах и в архивах. Конечно, до конца нам не узнать правды той эпохи, многие материалы уже утеряны. Однако находятся исторические сведения, раскрывающие достоверные факты боев Великой Отечественной. Так, воспоминания очевидца помогли воссоздать картину страшных сражений в Канаковском районе, в том числе и под деревней Рябинки. Я смутно помню Васильковского, но когда мы узнали о его подвиге, это произвело огромное на нас всех впечатление. Подвиг его навечно останется в памяти народной. Это слова из машинописной рукописи профессора истории Василия Сергеевича Флёрова, бывшего пулемётчика 2-го батальона 1319-го полка 185-й стрелковой дивизии. Оборонявший Москву в страшном 41-м году. Эти подразделения участвовали в боях в Канаковском районе. Обнаружив такую находку, в закромах Кривеческого музея его научный сотрудник Ирина Вдовенко сразу поняла, насколько она бесценна. 32 страницы машинописного текста, которые, как оказалось, нигде ранее не цитировались и не упоминались. С исключением четырёх страниц, которые вошли в книгу «На правом фланге Московской битвы». Эти страницы посвящены освобождению Калинина. А рукопись, которую Василий Сергеевич написал, видимо, специально для нас, специально для поискового отряда «Поиск», который действовал при третьей школе под руководством ветерана войны Поротникова. Они проводили очень большую работу, общались с бойцами 185-й дивизии. И, видимо, Флёров передал эту папочку им. Половина этой рукописи посвящена именно боям под рябинками. Здесь описаны все подробности, вплоть до того, что чувствовал автор в тот или иной момент. Как отметил работник музея, после войны Василий Сергеевич Флёров сожалел, что записывал в основном переживания, что в записях мало имён, дат и фактов. Однако, по свидетельствам очевидца тех сражений, обнаружилась интересная деталь. Все мы, в том числе и я, считали, что после того, как сержант Вячеслав Васильковский закрыл грудью амбразово-вражеского дзота, после этого деревня рябинки была взята. Вот Василий Сергеевич Флёров опровергает это. Он пишет о том, что 6 декабря была занята только окраина деревни рябинки. Жестокие бои продолжались ещё 7 и 8 декабря. И только 9 декабря деревня рябинки была отбита у немцев. Важна ли такая деталь для истории, судить самим историкам. По мнению Ирины Вдовенко, к подобным фактам профессиональные историки относятся довольно-таки трепетно. Достоверные факты победы под Москвой помогают укрепить уверенность в победе в Великой Отечественной войне. С уверенностью можно сказать, что бойцы 185-й стрелковой дивизии внесли свой достойный клад в общую победу над фашизмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова